На тот момент, когда вы, ну не вы, в данном случае, предыдущий ваш директор принял решение о введении таковой услуги, вы внесли ее в муниципальное задание, она числится в муниципальном задании, как платное, либо частично платное услуга? Так, частично. Она была в муниципальном? Нет, в муниципальном задании его не было, не было 100%, нет, 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 оно частично было передано в аренду, в аренду вот именно на короткий промежуток времени. То есть при скуранте платных услуг данные услуги не фигурируют? Не фигурируют, в муниципальном задании не фигурируют. Но мы же знаем, есть порядок определенной администрации Балаковского муниципального района для осуществления платных, либо частично платных услуг муниципальных автономных учреждений. Да, да, обязательно проходит процедуру. Так есть ли вообще постановление, подписанное главой администрации, и было ли оно на тот момент, о том, чтобы утвердить платную услугу, как сдачу в аренду нежилого помещения в виде ресторана Эдельис? Какое постановление было к администрации? Утверждали ли они его, грубо говоря, и весь этот порядок, расчет нормативных затрат и... Для меня это сложно сказать. Таких документов? Таких документов я не видел. По крайней мере, я не видел. Вот еще вопрос, соответственно, отсюда вытекающий. Пусть он не входил в перечень муниципальных услуг, так как государство, в данном случае муниципалитет, не финансирует эти услуги, да? Вот, но должно было отображаться как платная услуга, перечень, да, платных услуг, то есть, которые... Обязательно, обязательно. В любом случае. Я смотрел на сайте базбор.ру, то есть, эти услуги, в данном случае, в Альбатросе, и на тот год, и в этот год, она как бы не числится, как таковая, да? Сдача в аренду нежилых. Она вообще, насколько отличала уставной деятельности МАУ «УСК Альбатрос»? МАУ «УСК Альбатрос» внесли в устав о том, что вид деятельности, оказание услуг по продажам, ну, по работе, как бы, буфетной, она есть. Вот, в данный момент она включена. Это сейчас, да? Да, это сейчас, да. На тот момент ее и делали, да, ее на тот момент и делали, потому что я, когда пришел в 2016 году, ее не было. Я говорю, как? А мы, говорит, сдаем в аренду. Я говорю, а почему самим? И вот тогда эта ситуация закрутилась, а тем более, когда Эдельвейс перешел, то в уставе было изменение. То есть, на данный момент уточним еще раз, получается, неизвестно, утверждалось ли постановлением администрации это платная услуга. Но в уставе, но в уставе уже было отражено. То есть, предоставление бытовых услуг внесено, да? Но ведь малого из кальбатроса, оно на тот момент не являлось производителем продуктов питания. То есть, ее это не является? Оно только на продаже. Это, я думаю, что такие... На реализации. Да, только на реализации. Я думаю, что на это дело очень многие имеют право. Я знаю, в Дельфине мы так делали. Я согласен, да, столовых вот здесь при... Только уже делаешь их... Там же от названий очень многое зависит. Это буфет или столовая. Вот настолько они разнились, тогда большие споры были. И тогда вообще слова буфета не было. Не было. А я уже, сказать, затрудняюсь, мы его как-то по-другому назвали. Поэтому деятельность нам эту уже разрешили. Но вообще, вот, в АКВЭД, как обычно, вносишь там уже определенный вид услуг. А есть какой-то объем финансовых средств, например, в плане финансо-хозяйственной деятельности, по поступлению вот данной этой услуги за прошедший год и вот за начало этого класса? За 17-й и за 18-й год есть. А вы не сможете это сделать? Не могу, я просто не знаю. У нас же, ага, мы подписали, и они ушли сразу в централизованную бухгалтерию. И там они осели. Ну, я помню, вот, 17 тысяч вносилось там, 18 тысяч. А вот только одной суммы нет. Поэтому я сказать вам точно не смогу. Это надо выборку делать. За, например, 17-й-18-й год, сколько поступило денежных средств. Вот, если бы это была аренда, как вот мы говорим, долгосрочная, то там ясно и понятно. Там взял, и только единственное то, что не выпал ты, там на пене опошли, и все. Да, и все. А здесь она идет, ага, вот, заключил он на три недели, там, на месяц вперед, но только по дням. Ну, смотрите, все-таки, вот, как руководитель муниципального учреждения, вот, есть у вас, допустим, платная услуга, да, например? Она у вас находится в прескуранте, да, все понятно, она находится в перечне утвержденных услуг, и ведь это тоже была платной услугой, и, по идее, она относилась к неопределенным кругу лицам. То есть каждый имел право арендовать. Каждый, да. Но, получается, не каждый, ввиду того, что никто просто не знал об этой услуге. Возможно. В одном перечне она не чистится, на сайте базовиков не проходила. И как, вот, мне интересно, осуществлялся порядок заключения договора непосредственно с тем или иным человеком? Нужно ли было в этом случае опубликовать данные конкурсную процедуру, например, на сайте торги.gov.ru, да, это фасы, кстати. Я думаю, что она бы прошла, можно сказать, в отрицательном варианте. Потому что такая цена, что я вам уже назвал, да, на долгосрочный никак не пойдет. А на короткосрочный, на короткосрочный, это я даже представления не имею, как его нужно вытащить сначала на электронные торги, на закупки. Вот, пока, а там процедура идет, три дня только начало, потом после этого еще пять дней, и получается, что ты никогда не сможешь. А затеял ты это дело, ну, нашел клиента, что вот в это время у тебя люди могут арендовать его, да. И поэтому он только в этот период, промежуток времени, и поэтому сделать было, я думаю, что очень тяжело. Ну, смотрите, вот на примере некоторых других муниципальных учреждений, например, где существует аренда конференц-зала, например, да, там тоже порядок предусматривает, его не можно вывешивать на сайте торги. Заключается прямой договор по установленной квадратной метре, также оценщика, да, вот, и любой заявившийся в порядке живой очереди имеет право арендовать, например, конференц-зал для проведения своих иных мероприятий, да, которые не ограничены законом Российской Федерации, если не являются противоправными, да, какие-то мероприятия, вот, и эта информация о наличии такой услуги, она находится в публичном доступе. Каждый может, любой организатор любых семинаров, проведение каких-то там тренингов арендовать этот зал и спокойно заключить прямой договор, вот. На кратство, собственно. Да, но для этого, как бы, естественно, нужно сообщить об этом неопределенному кругу лиц, и поединение муниципальное самоучреждение должно быть заинтересовано в максимальном информационном обеспечении о наличии такой платной услуги, да, для любых категорий граждан, вот, чтобы максимально продавать эту услугу и получать доход от иных поступлений, да, вот. На данный момент получается, что ту услугу, которую ввели, она не была в публичном доступе, то есть, но договора в данном случае прямые заключались. Заключались. К сожалению, вот, у меня на руках есть реестр договоров, Маутс, Кальбатрос, все эти договора заключены, почему-то, только с сотрудниками МУП-официентов. Вот, только МУП-официентов, это и Ортин, и Назаров, и сам Роберт Кротович. То есть, вот, с точки зрения, как бы, руководитель предприятия, не проглядывается здесь какая-то странная составляющая, что эту услугу пытались скрыть от населения и пытались с помощью нее заработать, но не в кассу предприятия, как вам кажется? И вот, вы говорите, что... Для меня это сложно. Да, я понимаю, что это отсылочное суждение здесь не стоит. Я просто, ну, во-первых, я, как только мне передали объект этот, тут же, тут же, но договор, он еще был подписан заранее, да, а тут же я принял, ну, по крайней мере, вышел с предложением о передаче его юности. Сразу же, прям, как только, потому что я это знаю, да, потому что это не отвечает нашей работе, не отвечает нашим целям, и, соответственно, те договора, которые были заключены, они часть перешли к нам, потому что мы еще работали, а потом, как только юность к юности, ну, дальше там уже, наверное, я не могу сказать, а эти деньги должны были поступить в юность. Вы не раз упоминали о том, что аренда в 80, ну, порядка 80 тысяч рублей, она очень неприподъемна для, например, да, арендодателя, ну, аренда получательства, да, вот, но, тем не менее, получается, эта оценка была произведена, и договора заключались именно не на месяц, на день, да, допустим, на один день. На один день, да. И, как по странному стечению обстоятельств, получается, все эти дни – это пятница, суббота и воскресенье. Как раз проведение свадебных торжеств и так далее, вот, то есть, все-таки, получается, да, у потребителя, как у конечного потребителя населения города Балакова, потребность справить юбилей, праздник, там, свадьбу, да, на шикарном месте ресторана «Дельвей», все-таки, с таким видом, да, в прекрасном месте. Она есть, потому что, судя даже из этих договоров, видно, что свободных этих дней, как таковых, их очень мало даже по договорам. Вы их просматривали, а так просматривали. Вот, и получается, что потребность у населения была, они напрямую могли бы, например, арендовать, и в том числе даже, может быть, поднимать даже цену, да, за дневную аренду люди готовили. Но у них не было такой возможности в связи с тем, что они даже не знали, куда обращаться. И единственным арендополучателем этих договоров, как физлицы, являлись на тот момент директор и Альбатроса, и официны Роберта Викольевича Менсии, вот, и либо ему аффилированные лица. Вот эта вот, как бы, сложная ситуация, мне вот интересно, почему вот именно так получалось, и хотелось бы, знаете, узнать, все ли средства по договорам заключенным с данными физическими лицами поступили в кассу даже в том объеме, вот, в МАУ и Альбатроса. Это только через ЦБУ можно, только через ЦБУ, это я уж вам точно говорю, потому что здесь, здесь, эти вообще документы не проходят, они, минуя нас, проходят. Даже, да, даже приходят платежи по определенным видам, да, иногда они туда уже пришли, а потом мне звонят, Николай Иванович, тут вот платежи лежат, что с ними делать? Я говорю, ну хорошо, я приеду, посмотрю, есть возможность, значит, будем платить, нет возможности, подождем немного, значит, даже вот такая ситуация. Поэтому тут только можно через ЦБУ.